Ну, я старый извращенец. Давай, с этого и начнём. Не-не-не-не-не-не-не-не. Погнали. Добрый день. С вами Чалышев Сергей и магазин Magic Wand. Сегодня мы будем разговаривать с вами об анальных пробках и о банальном сексе. Так как пробки не наша специализация, у нас их, собственно, мало достаточно, хотя я расскажу про все, которые существуют. Основное, о чём мы будем говорить, это всё-таки анонимный секс. Подготовка, проведение, и главное, что интересует многих, многие девушки этого боятся, как ей объяснить, как её повести к этому, и как сделать это, чтобы это было безболезненно. Даже в первый раз это практически возможно, я вас уверяю. Человек-человек с опытом. Вот. Поэтому продолжим. Для начала начнём с анальных пробок. Убывают совершенно разные. Есть пробки с вибратором, есть пробки обычные, без вибратора, просто вставляющиеся. Изначально пробки есть разного размера, и это не просто так. Это всё тоже я расскажу. Есть специальные смазки, средства, пшикалки и прочее, которые позволяют всё это расслабить. Вот. Это мы отнесём к техническим средствам. Про них тоже расскажу. Ну и есть абсолютно физические способы для расслабления, которые не требуют никаких смазок, ничего другого. Ну то есть смазка в любом случае понадобится, но есть для подготовки часть. Значит, начнём примерно вот это вот. Есть пробки, грубо говоря, женские. Ну, возьмём любую. Есть пробки женские, женского типа. Очень часто у них вообще на конце хотел показать, но одна бывшая заиграла из моей коллекции. Когда сюда крепится такой камешек. Я картинку покажу. Ну вот, крепится камешек. Значит, пробки делают силикон, резина, металл, даже стекло. Значит, мужские пробки обладают, как вы видите, формой для стимуляции простаты. И они всегда с вибрацией. Мужчине вибрация в этом случае важна. Она его стимулирует. Женские пробки очень часто делают без вибрации. Вибрация в этом месте для женщины, ну, в общем-то, как... Она может быть полезна, но считает, что она ничего не даёт. Для большинства девчонок, ну, с кем я знал, как бы их вполне устраивали пробки без вибрации. Вот это, например, ярко выраженная женская анальная пробка. Ну, это мужчина тоже может использовать. Выбирая пробку, помните, для кого вы выбираете. Для мужчины или для женщины. Это первое правило. Продолжаем. Итак, мы послушали, чем отличаются женские и мужские. Теперь перейдём к следующему моменту. Перейдём к тому, что, возможно, пробка вам понадобится не одна. Почему? Есть комплекты, в которых есть разные размеры. Неважно, какие они там с присоской, которую вроде как вы там куда-то ставите, она присасывается. С присоской я не понимаю смысла. Кольцо позволяет легко вынуть, как, собственно, тот камешек, который, да, он там для того, чтобы вы за него могли потянуть. Ну, и для красоты. Иногда, кстати, бывают там пробки с хвостиками, которые потом из девушки торчат. Ну, или из мальчика, кому как нравится. Для чего бывают комплекты пробок. Значит, разные размеры, это когда вам надо подготовить партнёра к анальному сексу. Ну, давайте говорить партнёршу. Соответственно, вы вначале используете маленькую пробку, какое-то время она находится с ней, потом вставляете побольше, какое-то время находится с ней, ну, и так доходите до своего размера плавого члена. Кто-то остановится на этой, кому-то нужно на этой, кому-то понадобится ещё больше. Вот, и так постепенно... То есть, что происходит? Мышцы ануса постепенно вы вставляете её, и мышцы ануса постепенно привыкают к этому размеру. Вот, ну, то есть, вставить палец достаточно, ну, то есть, особенно, если в первый раз, ну, полезненно, но не настолько, если вы полезете туда вот такой елой. Вот, а так мышцы расслабятся и привыкнут. После этого вы используете другой размер, и после этого там ещё третий. Так же уже для опытных пользователей уже какого-то там маленького размера может не хватать, то есть, там нужно более уплотнённое. Значит, анальные пробки не только служат для того, чтобы просто расширить и подготовить к анальному сексу, их также можно использовать в сексе. Ну, мужские, понятно, она будет воздействовать на простату, там больше уровень возбуждения. Что касается женщин, когда вы вставляете анальную пробку, она поджимает влагалище, и влагалище немножечко сужается за счёт этой пробки. Ну, во-первых, и мышцы активизируются влагалищные, вот, сужая его, и само расстояние уменьшается. Вот, поэтому, собственно, так же размером анальной пробки вы можете регулировать вот этот вот размер влагалища. Про это, к сожалению, мало кто знает, ну, то есть, не все знают, но это ценная информация, которую вы теперь можете использовать. Вот теперь вы знаете, ну, то есть, при этом это хорошо будет и девушке, потому что у неё более плотное облегание от вашего члена, и, соответственно, мужчине, ну, то ровно по тому же, потому что влагину уже больше ощущаете. Вот, опять же, значит, есть некий смысл всё-таки использовать, ну, это гружено на любителя, даже в женском случае пробку с вибрацией, потому что эту вибрацию будет так же ощущать мужчина, и она будет на вас действовать. Что касается пробок, значит, пробки всегда используются со смазками. Если это силикон, то забудьте про силиконовые смазки. Силикон, значит, напомню, что есть водные смазки, есть силиконовые смазки. Водные смазки, они живут меньше, то есть, срок их жизни во время использования, он меньше. У силиконовых он выше. Но, если мы говорим, кстати, сразу момент, если мы говорим про пробки, ну, и силиконовые более скользкие, про пробки, то, в принципе, вам водные, обычные вполне хватит, потому что никаких фрикций-то вы совершать не будете, вам нужно её просто вставить, то есть, чтобы анус был достаточно скользкий. В этом случае вы смазываете и анус, и пробку. Соответственно, анус так же нужно смазать изнутри, и это делается пальцем. Опять же, здесь представлены сейчас смазки, которые используются только, ну, то есть, не только, но основной смысл этих смазок, там содержатся вещества, которые облегчают, размягчают, скажем так, немного мышцы, расслабляют, и за счёт этого, и также за счёт того, что они содержат какие-то компоненты, чтобы там было меньше микроразрывов, они облегчают человеку соответственно вход. Ну, нужно понимать, что эта смазка начнёт действовать секунд через 30, поэтому мы вначале смазываем, потом, соответственно, используем. Также есть вот подобные средства, значит, ну, как бы здесь я просто скажу, водная смазка Backdoor и силиконовая смазка Backdoor. Обе анальные, одна на водной основе, другая на силиконовой. Рядом стоят аналайзни. Разница между ними в том, что здесь в аналайзни меньше компонентов, в принципе, которые облегчают вот этот процесс вхождения, в Backdoor больше. Соответственно, кому-то больше нравится Pure, о аналайзни. Кому-то больше нравится Backdoor, кому-то нужно больше расслабления, но, как бы, любое расслабление, соответственно, уменьшает количество ощущений. Это не заморозка, она, в принципе, ощущения не убивает, но кому-то лучше ощущать всё-таки какое-то вот, что всё-таки там что-то происходит на этом кольце ануса, которое сжимается. Их, кстати, два. Одно внешнее, которое мы знаем, и ещё внутри находится внутреннее. Чтобы всё это вошло, должны быть расслаблены оба колечка. Вы можете сжать внутреннее, внешнее будет разведено, но буквально там полсантиметра, сантиметра вглубь, а там находится внутреннее, оно упирается. Также есть средства типа пшикалок. Опять же, ну, там какая сильнее, слабее, вот эта пшикалка – это серум. Серум – это жидкость тоже. Значит, она с максимальной концентрацией. Пшикалка, когда вы там один раз пшикнули, значит, сейчас объясню, как они работают. У серума эта жидкость – вы изначально нанесёте больше жидкости, чем в пшике. Поэтому, собственно, вот, Backdoor Serum, вот, собственно, вы её открыли и, ну, вот, соответственно, выжили. Дальше вы, вот, я вначале подумал, что это всё-таки спрей и надеялся, что он мне пшикнет. Вот. Это не смазка, хотя он обладает более-менее скользкостью. Вы наносите это дело, вначале попробовать, когда вы используете подобный средств, вначале нанесите его сюда на руку, посмотрите, есть ли у вас аллергия. Ну, то есть, или партнёрши, когда на руку, кто использует. Вот. Вы смазываете смазкой, ну, не смазкой, либо пшикалкой, либо серумом, где-то через 15 секунд, как раз, это уже немножко другое средство, это как раз ближе к заморозкам, но оно действует ровно, там, секунд 30. Рассчитано на то, что вы безболезненно, беспрепятственно, соответственно, с серумом можно смазать ещё и внутренние колечка. Вот. Немного засунув пальчик поглубже. Вот. Оно как раз рассчитано, что через 15 секунд, ну, то есть, вы там всё эти 15 секунд, потом смазываете внутреннее, и, собственно, ещё там секунд 5, там, и можете начинать входить. Разумеется, при этом обязательно у вас должна быть смазка обычная тоже. То есть, можете как раз обильно нанести, наверное, на пенис, как бы смазать всё, и этот... Вот. Вот эта штука как раз полностью расслабляет очень сильно. Она действует как заморозка, она ощущения убирает, но она действует секунд 30. Может, минуту. То есть, очень недолго. Нужно как раз для того, чтобы преодолеть вот это сопротивление изначально обоих колечек ануса. Вот. Потом они проходят, и, соответственно, ощущения возвращаются в полную силу, но вы уже внутри, и мышцы уже более-менее как-то воспринимают это по-другому. Ну. Так как не было вот этого самого болезненного проникновения. То есть, как вы... То есть, это не пробка, это просто отступление. То есть, вот для мэджиков тоже есть девайсы с насадками, вот, которые обладают небольшими размерами и вполне могут подготовить женщину к вообще ощущению того, что в попе что-то есть, и это нормально. А не... О, боже, там, какой страх, мне сейчас будет больно, и так далее. Теперь, значит, есть еще кремообразное такое состояние. Вот. Это спененный силикон. Вообще, это средство для фистинга, но вот оно самое густое. То есть, оно живет дольше даже, чем силиконовые смазки и более скользкое. Но это прям реально крем. Вот он закупоренный. Сейчас, он закрытый. Но я даже вам покажу все-таки. внутри находится вот такая белая масса. Вот. И это самое скользкое, что существует, то, что вот я знаю. И самое долгоживущее. Вот. Вы берете палец и, соответственно, теперь он у меня будет скользким очень-очень долго. Даже если я его оба что-то вытру. это самое сильное, что только есть. Не считая каких-то средств на основе новокаина, которые реально не только замораживают, но с новокаином соответственно нет ощущений никаких. Потому что полная заморозка, девушка ничего не чувствует, вы там занимаетесь сексом, а ей по-моему кофе. У нее на 20 минут и сколько там новокаин действий, дневных ощущений нет. Ну, тоже способ, кстати. Но такой достаточно сомнительный. Но это поподробнее, когда перейдем к анальному сексу самому. Значит, есть резина. Если вам нужно прям много скользкости, используйте тогда резиновые, ну, резиновые, железные, стеклянные, неважно, главное не силиконовые. Вот. Силикон, он просто сам по себе более-менее приятный на ощупь и более-менее гладкий. Поэтому можно использовать с водной смазкой. Если пробка не силиконовая, можете использовать силиконовую смазку. Значит, опять же, материал, из которого она изготовлена по большей части, это только ваша личная эстетика, как вам нравится, с камешком, без камешка. Там понятно, что если с вибратором, то никаких камешков, никаких железок, никакого стекла, вибрации некуда будет передаваться. Небольшое слово про железные и про стеклянные. У них есть одна особенность, это температура, особенно железная. Железо очень долго сохраняет температуру. И тому же, что и все железо, что стекло, температура хоть в 40 градусов ничего не сделает. У силикона, у него, к сожалению, начнется деформация после 40 градусов. Она, конечно, не сразу, то есть он там сильно будет деформироваться в 80 градусов, но 40 все равно будет его немного деформировать, так как вы на него давите какими-либо мышцами, поэтому его нельзя нагревать. То есть, можно использовать какую-то теплую воду, да, значит, еще этот... Опять же, комфорт. Почему я заговорил про температуру? Оптимально все-таки, если вы хотите совершенно комфортные условия создать, если ваша пробка будет соответствовать температуре человека, либо чуть-чуть выше, то есть, например, там 30 Сиен-Градус. С железками в этом плане все еще интереснее, потому что, ну, единственное, она, да, она твердая. Ну и с ними можно проделывать следующие. Их можно оставить в холодильник, их можно там прогревать до 50 градусов. Ну, то есть, 50 градусов она там более-менее там еще остынет, до комфортной температуры для тела. То есть, опять же, на теле пробуете, спрашиваете, нормально, не нормально, как бы вот, если нормально, то можете, соответственно, выводить. Но у железок, соответственно, есть другая проблема. Если силикон быстро нагревает, теплоемность все-таки не такая большая, как у железки, то его можете просто взять и при комнатной температуре использовать. Железка будет холодная при комнатной температуре и достаточно долго. Поэтому это как плюс, так и минус. Вот, да, вы можете играться с температурным режимом, кладя в холодильник или там нагревая. Но, опять же, для комфорта, чтобы использовать, вам придется ее, соответственно, нагреть до комнатной температуры. Хотите делать это руками, но это долго, хотите просто на полчаса какую-то воду положите, где градусов 45, она у вас там, и вода, ну, там, пускай полежит минут 15, пока и вода остынет, и самая полка подостынет, вы вынимаете, у вас нужная температура. Так же, например, ну, вот как для мужских мастурбаторов, есть вот такие вот штуки, правда, она одноразовая, ну, тут написано, что она многоразовая, если вы потом будете ее класть в лоду просто теплую, одноразовый химический элемент, вы давите вот на эту штучку, ну, то есть, опять же, да, там, давите, раздавливаете, вот тут штучка плавает, все, дальше химия, она поднимает температуру до определенного градуса. Там, 42, по-моему, или 39, я не помню. Ну, вот эта штука для тенк, для мастурбатора, вставляете в мастурбатор, она его там, прокалываете, вставляете в мастурбатор, она его нагревает, и вы получаете, собственно, человеческое тепло. Вот. Все-таки, чуть ближе к ощущению человека, все-таки, что вы не мастурбатор трахаете, а что-то там такое. Но все равно, на самом деле, самая оптимальная температура, это температура человеческого тела, ну, то есть, которая там находится, у нас, я загляну немножко в другую степь, у нас тело излучает инфракрасное, собственно, наше тепло, инфракрасный ощущение, инфракрасный свет, и самое приятное ощущение получаем именно при контакте с телом другого человека, потому что у здорового человека, соответственно, температура тела такая, которая нам максимально приятна. Это как раз заслуга вот этого инфракрасного излучения от нас. Вещи, его, ну, то есть, твердые, твердые, обычные вещества вы не сможете температуру поймать, и она, так как, она будет сразу быстро остывать. Ну вот, соответственно, как бы железки, стекло, даже деревянные есть, главное, смотрите, что они полированные были. И еще один прикол про железки, очень часто, вернее, всегда нам на всех сайтах пишут медицинская сталь. Значит, если вы спросите человека, который работает с металлами, он вам скажет, что нет такой марки под названием медицинская сталь. Это раз. Во-вторых, все эти стальные пробки, они хромированы, потому что, если настолько отполировать сталь невозможно, она не будет такой головинкой. Ну вот, все эти игрушки, они сверху хромированы. Так же, как золото, чтобы блестело, его покрывают не помню, радони, по-моему. Вот, могу ошибаться, там, какой-то вещь, и блестит, собственно, оно, а не золото. Когда она стирается, наше золото блекнет. Вот, так же с железными игрушками, поэтому, когда мы пишем медицинская сталь или алюминий, в общем, можете просто понимать, что эта разница будет только в температурном режиме. То есть, у алюминиевого быстрее температура передается, соответственно, у стали, нет, для нее сталь тяжелее. И очень часто, там, выдают даже алюминиевые изделия за стальное, даже не по злой вине, а потому что они просто привыкли так писать. На самом деле, разницы нет. Алюминиевый быстрее нагревается, быстрее остывает. И легче. И он тоже будет иметь покрытие, потому что его тоже настолько отполировать. Его, по-моему, можно, но я уже не буду врать, мне рассказывал человек, который как раз металлами занимается. С пробками мы, наверное, разобрались. Да, соответственно, если, это уже ближе к следующей теме, но если вы первый раз вставляете пробку, то делайте это медленно, не надо пытаться ее сразу туда запихать. С опытными партнершами, да, вы прям берете там, маленького размера, ну, как бы, и туда вставляете, как бы, ну, так можно еще расслабить анус. Можете смазать его, поводить по нему пальцами, не пытаясь начали проникнуть уже в процессе. Но сейчас я подробнее расскажу, как подготовить девушку к анальному сексу. Там будет аж несколько способов разных. На этом с пробками мы и заканчиваем. Итак, у нас начинается вторая часть, в которой я буду рассказывать про анальный секс. И начнем мы с того, как, ну, назовем это так, как развести девушку на анальный секс. Начнем мы с истории. Мне, наверное, в этом плане по поводу анального секса в жизни очень повезло. Если кто-то там, не знаю, нет, друзей, какие-то друзья там в 30 там жаловали, что вот они не пробовали и не дают туда, то у меня было по-другому. У меня, ну, не первая, какая-то из девушек, с которой я даже жил, она была большой любительницей анального секса. Соответственно, она сразу мне говорила, как, что надо делать и так далее. Ну, и где-то там пару раз в неделю мы им занимались. Но иногда доходило, и мы чуть ли там не неделю могли заниматься этим анальным сексом. В какой-то момент он мне надоел. Я понял, что физические ощущения мне все-таки нравятся при обычном сексе, анальные мне не очень. После, ну, значит, все, с этими девушками сколько там даже прожили, расстались, все, и у меня следующая девушка. Встречались, очень быстро начали жить, мы там чуть ли не сразу. Ну, как бы, общаемся про секс, там, так далее. Вот он говорит, вот, а я, говорит, анальным сексом не занимаюсь. Я говорю, фу, слава богу. Ну, и ладно, говорит, а что это так? Он говорит, у меня бывший муж очень хотел, как бы, там заняться. Я, говорит, держал его прямо на страже. Вот, я говорю, ну, понимаешь, у меня была девушка, которая его очень любила. И вот за это время мне уже, ну, он надоел, он физически, мне не особо нравится, поэтому я не фанат. Вот, ну, поговорили, и, собственно, как бы, на какое-то время эта тема истихла. Значит, я не про это ничего не говорил, как бы, там, спокойно мы живем, прахаемся, там, ходим куда-то, вот. И тут в какой-то момент она начинает, а что, как вот, а девушке нравилось? Что? Ну, анальный секс, помнишь, ты рассказывал, у тебя была девушка? Ну, да, нравилось, да, она большой любительницей была. Что, она прямо вот от этого кончала? Я говорю, ну, я не знаю, но она очень любила его. То есть, там, регулярно, там, говорила, давай займемся именно на анальным сексом. Что, это, типа, там прикольно? Ну, да. И так вот, такие вот расспросы были недели две. Вот. После этого, как-то мы с ней, значит, лежим, такая, возьми смазку, вот, я беру смазку, такая, говорит, поводи мне, говорит, полоскай мне анус, говорит, пальчиком. Полоскал я анус пальчиком со смазкой. Более того, я человек очень широких взглядов, как бы, к тому же, она там, скажем так, она к этому, я думаю, готовилась. Вот. В том числе, приласкал языком ее в анус. Вот. Это один из способов. Это позже, после истории. Вот. И вот, собственно, занимаемся, занимаемся, и тут я понимаю, что мой палец легко внутрь проходит. Вот. И она даже не сопротивляется ничего. То есть, ее анус не сопротивляется. Ну, минут 15, наверное, 20, мы занимались, ну, круглый, расслаблением таким. Вот. И в какой-то момент, все, она говорит, все, говорит, входи, я не могу больше. Вот. До этого, причем, ну, я не помню, до этого мы, по-моему, да, что-то и секс какой-то был там. Вот. Все, говорит, входи туда. Я, говорит, не могу больше терпеть, давай там. У меня уже палец туда, вот, я уже два, по-моему, даже вставил. Вот. И они легко проходили. Вот. И нужно сказать, что единственный, как бы, минус всего этого, то, что после этого недели две меня заставляли тракаться в эту попу. Причем, нужно сказать, что если в первый раз там были какие-то там у нее неудобные ощущения, вот, то ли со второго, то ли с третьего раза без всяких смазок она сама запрыгнула на меня и очень быстро сама продвинулась вообще со своей естественной смазкой. То есть никаких дополнителей мы даже не использовали, хотя они были в наличии. Вот. И много раз, в последующие разы хватало обычной смазки. Там весь, ну, то есть, в этот момент я решил, что там весь прикол, именно вот в самом-самом-самом начале, если вот все понравилось, все хорошо. Вот. Если нет отрицательного опыта, то положительный вырабатывается очень быстро. Вот. Следующая девушка. Разговор повторяется по поводу анального секса. Говорит, ну, я пробовала, но это очень больно, мне не понравилось. Я говорю, ну, ладно, меня уже достали, там, так далее. Что вы думали? История повторяется, только быстрее. Она уже через неделю захотела попробовать. Вот. Здесь она прямо сказала, я хочу попробовать анальный секс. Давай. Как бы, что-то там умеешь делать, вот там, вот ты рассказывал, как бы, что там надо там расслабить, так далее, расслабляй, делай. Вот. С ней первый раз был для нее более, ну, то есть, все-таки она дискомфорт чувствовала. Со второго раза уже нет. Ну, хотя, ну, наверное, там все-таки я более-менее поторопился. Вот. Хотя, вроде, долго расслабляли, и так далее. Но у нее очень сильный блок стоял. Ее как раз, ну, пробовали туда уже потрахать. Ей у нее был отрицательный опыт, из-за этого вот было так. Ну, но, как бы, все положительный, и история повторяется. Кмис, мне опять требует анальный секс недели две. Вот. После этого, собственно, как бы, вот думали, в следующий раз, когда меня спросили про это, я не долго думая, ну, как бы, уже все равно выработалась некая, ну, как бы, ну, надо же, хотя бы там разочек для платформы. Вот. И когда меня, значит, когда девушка там высказывает что-то, я не помню уже, тоже оправданный секс, я говорю, слава богу, мне он надоел, а то у меня бывшие партнерши задолбали с ним. В этот раз история уже через два дня развернулась. И там, кстати, даже, надо сказать, что там даже не было расслабления. Она, вот у нее эта мысль настолько застряла в голове, что она сама напрыгнула, и пока я там ее расслаблял, уже сказала, да иди ты в попу, блин, уже. И тоже она сверху была, вот, и как бы, сама уже оделась. Но, теперь перейдем уже к практической части. Вначале, как бы, я расскажу то, где я видел некие там, условно говоря, мифы, сказки древней Греции. Значит, клизма, не клизма. Здесь, да, конечно, здесь больше опасность для вас. Если нет клизмы, и вы не в презервативе, в проходе в заднем, там действительно есть кусочки какашки. Более того, если там находятся кусочки какашки, это неприятно еще и самой девушке. Хотя клизма тоже не самый приятный процесс, но те, у кого с пищеварением все хорошо, и кто вот там, ну, сколько-то времени назад покакал, давайте говорите, это нормально. То есть, я не буду говорить, иносказательно, здесь лучше говорить напрямую, согласитесь, это бред. То есть, если я буду, вот, надо там. то ничего там в заднем проходе особенного не будет. Поэтому, когда все пишут везде, обязательно сделайте клизму, там, так далее. Ну, как бы я сказал, пару условий, как бы, если они соответствуют, то клизму делать не надо. Также есть девушки, у которых вообще проблема со стулом, покакать сложно, как бы, не для этого надо запереться в туалете, там, за четырьмя дверьми, там, так далее. Вот с этим однозначно можно заниматься сексом, там, у них, чтобы покакать, это трудность большая, так что, какашка в заднем проходе у них точно не будет. Вот. Да, опасность для вас, как бы, из-за какашек. Вы можете получить инфекцию. И, брат мне рассказывал, когда, воюродный брат рассказывал, что он лежал в больнице, когда ему делали, ему был химоз, это когда кожа слишком, ну, как бы, кожа недостаточно растягивается на члене, и головка не может нормально выйти. Но, чтобы нормально заниматься сексом, приходится делать обрезание. Вот мы делали обрезание, а рядом в палате лежал мужик, который занимался анальным сексом, и подхватил какую-то инфекцию себе на пипиську. Ну, честно скажу, я много раз занимался анальным сексом без резины, без клизмы, ничего не подхватил. То есть, здесь все-таки, ну, если вы почувствовали, что вы упираетесь во что-то, то, конечно, сразу выходите оттуда, это будет неприятно ни вам, ни ей, еще и опасно. Вот, если не упираетесь, ничего там не попадет. Значит, рядом сидел, ближе, мой мужик, с ним лежал, который позанимался анальным сексом, видать, внутрь попал кусочек покашки, ну, не видать, это врачи сказали, у вас попал внутрь, и, ну, даже разрезали его, в общем, такой ужас. Я помню, сейчас многих зрителей охватил, кошмар. Мне, когда, по крайней мере, брат рассказывал эту историю, меня передернуло просто. Но, поэтому технически, но обязательно, давайте условим, что попа-то все-таки помыть надо, тем более. Значит, перейдем к самому расслаблению. Представим, что у нас девушка еще не пробовала анальный секс, но она не против. Да, не пытайтесь, как бы, вот там, влететь туда, забежать, быстренько там, пока, потому что, во-первых, попа должна быть смазанная, во-вторых, в первый раз, вы понимаете, как бы, есть вот моя история, которую я рассказал, это история про человека, ну, грубо говоря, про человека, который открывает эту дверь людям. Вот. А вот, ну, как бы, есть много людей, которые эту дверь закрывают навсегда. Просто неудачным опытом для девушки. Вот. которые как раз вылетают туда, там, без спроса, или с нажимом, или там, ну, там, о, я был в порыве страсти, извини, дорогая. Вот это все хуйня, ребята. Вот. Вы закроете девушкин вход навсегда. Значит, и даже если кто-то его потом откроет, у нее могут остаться частично вот эти болезненные ощущения, она будет его воспринимать не очень хорошо. Я знаю таких девушек, они говорят, ну, это прикольно, да, это классно, это очень здорово, но вот раз в недельку можно, а чаще нет, чаще я не хочу. Нет, все-таки есть какой-то остаток, осадок неприятный. Вот. Ну, и действительно, там потом может быть что-то с пищеварением не так немножечко, и так далее. Вот. Здесь зависит все-таки еще от крепости желудка у девушки, и так далее. Вот. Значит, все-таки давайте будем считать, что мы вменяемые люди. Во-первых, что мы делаем? Мы обязательно берем смазку. Не обязательно такую. Можете взять обычную, там, на водной основе, ее просто придется в процессе расслабления чаще менять, и в процессе секса. Да, как бы сразу забегу вперед, и скажу, что любая смазка, она не вечная. Когда вы занимаетесь анальным сексом, она сама по себе, ну, она растворится, впитается, если это силикон, он там развалится, развалится формула, он превратится в ничего, если это водная, она впитается постепенно в кожу, и ее тоже не станет. И вы должны будете, соответственно, периодически подливать. Ну, это несложно, вы капаете, там, вы выходите членом, даже не до конца, вот, капаете на член, обмазываете его, и дальше опять входите, как бы, ну, и так вот, собственно, постепенно подливаете. Вот, поэтому в этом плане с силиконом лучше, что он минут семь сохраняет свои свойства, водное вам придется менять каждые, там, три-четыре минуты. ну, если вы скорострел, вам, конечно, любых водных хватит. Вот, мне, например, долго надо заниматься сексом. Вот, расслабление. Самый лучший способ, но, при этом, это должно быть у вас не быть отторжения, и у девушки не быть отторжения. Это римминг. Это когда вы лежите анус. Разумеется, в этом случае, вот в этом случае, она первый раз как раз лучше, чтобы сделала клизму, ну, и, в общем-то, помыла попу, там, так далее, и после клизмы еще надо подождать часа два, потому что там еще может что-то довыти, не довыти, там, так далее. Опять же, как я говорил, если девушке сложно покакать, вы можете клизму избежать, если вы знаете свою девушку, и знаете, что у нее проблемы с тем, как покакать, ну, как бы это не нужно, там ничего не будет. Вот, но обязательно тогда мойте, прям, прям, чтобы промыли, то есть, надо она сама помыть, желательно, чтобы немного изнутри даже промыла, то есть, пальчиком с мылом, там, мыло немного щиплет, но вымывается водой, все нормально. Значит, по поводу, соответственно, средств, все-таки, это только смазки, забудьте про масла, забудьте про, а то, некое, алифониковое масло, так далее, вот, оно нагревается, будет большой дискомфорт, и у вас, у девушки, вот, вагинального секса используют, например, наградное масло, а вагинальном нет, его не используют, никакого мыла, мыло щиплет, будет больно все, это девушке, то есть, у нее будет, совсем неприятные ощущения. К тому же, когда вы занимаетесь сексом, вы обязательно повреждаете, ну, анальным, вы обязательно, мало того, что там и так могут быть микротрещины, без вас, вы обязательно повреждаете поверхность, внутреннюю, вот эту, кишку, вот, поэтому никаких, никаких, не приспособленных для этого вещей, не надо, лучше самую дешевую, но смазку, некоторые люди, конечно, большие любители, они покупают медицинский силикон, его разводят, он в порошке, его разводят, как бы, ну, ну, он тоже норма, он там, какие-то копейки стоит, хотите, найдите в медтехнике, вот такой вот, порошковый силикон, как бы, научитесь его разводить, как бы, если у вас одну проблема с деньгами, будет вам способ, вот, смазки на презервативе, недостаточно, маскам понадобится достаточно много, как я говорил, в принципе, вот, пока вы расслабляете, самое лучшее средство, это вот это, оно самое длинное, ну, то есть, понятное дело, что римминг идет до того, как вы наносите смазку, когда вы делаете римминг, смазка не нужна, значит, самый удобный способ, это римминг, вот, если вы с партнером к этому готовы, вот это будет самый лучший способ расслабления, и вы языком вполне почувствуете, когда вы можете проникнуть внутрь, вот, вы, ну, как бы, не пытаетесь этого сделать, в течение первой минуты, и второй минуты, и третьей минуты, и четвертой, и пятой, вот, ну, короче, минут 10 вы должны полизать янус, вот, причем, желательно при этом стимулируя клитор, чтобы у нее было возбуждение, без возбуждения анальный секс будет очень плохо, вот, чтобы было возбуждение, массируйте клитор, соответственно, смазка у вас есть под рукой, вот, на клитор тоже смазку, и массируйте его спокойно, вот, можете вибратор для клитора использовать, она сама может взять, вибратор используют на клиторе, повысить возбуждение, и, соответственно, ей будет легче все это воспринять, во-первых, все эти гормоны, которые впрыснутся в кровь, они уберут часть боли, вот, мы так устроены, вот, у нас часть гормонов, ну, там, которые участвуют в блокировке болевых ощущений, это те же гормоны, от которых мы испытываем счастье, там, эндорфин, серотонин, там, много там, ну, как бы, считаем, в простонародье считают, что эндорфин за это ответственный, как бы, когда человека пытают, ну, так, исторически, у него, как, организм пытается защититься, и он впрыскивает в кровь эндорфины, поэтому у палачей, которые пытками занимаются, у них задача не просто там человеку сидеть, там, палец пилить, вот, если он будет так делать, у человека рано или поздно уровень гормонов дает до такого уровня, что он либо просто отрубится, вот, либо ему станет пофигу, вот, ну, по крайней мере, часть боли точно снимется, вот, поэтому, вот, гормоны, то есть, в сексе у нас эндорфины выделяются до хрена, вот, поэтому, соответственно, возбуждение у нас дает эндорфины, это лишнее обезболивающее средство, естественное, внутреннее, вот, позанимались риммингом, после этого берете палец, если не занимались риммингом, то, да, вы массировали палец, то есть, вы выводит током-током 10 минут, массировали пальцем на нос, когда вы почувствуете, что вы можете проникнуть, с первого раза не прошло, все откладывайте на следующий раз, вот, когда вы почувствовали, что ваш палец, реально легко сам проходит, без усилий, напомню, там, у попы два сфинктера, один внешний, второй может быть, вас не пускать, вот, если вас внешний пускает, вот и оставайтесь, а внутренний нет, вот и оставайтесь в том пространстве, и массируйте дальше, можете большим пальцем при этом массировать, опять же, окружение, то есть, пока, сама по себе доставлять очень приятные ощущения, поэтому я говорил про римминг, вот, он, ну, это самый удобный способ, и самый приятный, у нас нет, то есть, наши пальцы грубее, чем наш дизайн, вот, к тому же, мы можем его как напрягать, так и расслаблять, вот, соответственно, если не получилось с первого раза, просто отложите на следующий, в следующий раз, вы также берете и начинаете расслаблять, вот, когда ваш палец сам провалился во внутренний сфинктер, вот, вы уже начинаете массировать само пространство, вот, которое там находится, здесь у вас появляется выбор, вы можете дальше массировать одним пальцем, соответственно, потом добавляете второй, вот, ну, опять же, когда вы чувствуете, что он легко туда проходит, он сам должен это сделать, либо в этот момент вы можете взять уже пробку, маленького размера, дальше вы опять же там целуетесь, обнимаетесь, там, ласкаете клитор, там, так далее, то есть, не стоитесь не довести девушку до оргазма, там, ну, чтобы был, держался уровень, вот, пробка где-то минут 10 должна там стоять, минимум, вот, потом меняете на большую, и так пока пробка не станет размером с ваш половой орган, вот, ну, либо, говорю, либо в принципе хватает двух пальцев, в общем-то, вот, когда ваши два пальца станут легко и свободно там ходят, и девушка не сопротивляется и говорит, что ей хорошо и все нормально, вот тогда можете приступать к сексу, то есть, так как мы долго водили пальцем и активно использовали смазку, в общем-то, у нас попа сейчас смазана изнутри, но мы добавляем смазку, опять же, на палец ее наматываем, смазку эту, и вводим внутрь, там, соответственно, все смазывая, помните, этого недостаточно, вы должны смазать член, и большая ошибка у многих людей, они смазывают только головку, смазать вы должны весь ствол в том числе, потому что он также туда входит, и когда он туда войдет, он будет не смазан, он использует часть смазки, ну, то, что вы нанесли на попу, вот, и все, и вот эта часть будет тереться о вход в попу, быстро использует смазку, которая там осталась, и ничего хорошего вы не получите, поэтому, а основное, что, ну, как бы, ваша головка уже внутри, сопротивление здесь делают только сами вот эти вот сфинктеры, кишка не умеет сопротивляться, это не мышца, то есть, ваша головка, которая внутри, там наплевать, как бы, основное сопротивление, это вот с, сфинктерами, вот, поэтому я и говорил, что смазку можно наносить просто, ну, под вынимая член, наносить на ствол, размазывать сверху до низу, и продолжать дальше, вот, когда вы сами почувствуете, и как только вы чувствуете, что стало немножечко, ну, как бы, плотно тереться, вы, да, добавляете смазку, вот, и так вот дальше, здесь у вас есть шанс, что девушка полюбит его с первого раза, если был печальный опыт, возможно, все-таки будут нехорошие ощущения, если нехорошие ощущения есть, не пытайтесь там, сразу там, надолго все это растянуть, и так далее, вы вошли, вы позанимались немного сексом, если есть неприятные ощущения, все, откладывайте до следующего раза, ну, как бы, главное, чтобы у девушки, то есть, у нее могут быть еще не очень приятные, в следующий раз история повторяется, но я вас уверяю, что все вот эти вот расслабления, они происходят уже гораздо быстрее, вот, и в следующий раз, даже если ваша девушка в предыдущий испытывала какой-то дискомфорт, вот, то в следующий раз, вполне возможно, она уже как раз испытает абсолютный комфорт, и, не поверите, вот реально, вот, несколько раз, с третьего раза девушки, я говорю, запрыгивали уже без всяких вообще там сторонних смазок, им хватало своих, своей смазки, потому что они просто расслабляли колечки ануса, собственно, основной проблемой является то, что, вот, и всю боль приносит именно вот сопротивление мышц, вот, как только его нету, вот, барьер психологически пройден, девушка знает, что это приятно, все, она будет расслаблять анус очень легко, вы дальше можете использовать смазки, не использовать, это больше, ну, правда, единственное, это больше ее желание должно быть, а не ваше, вот, также дополнительно, как я говорил, есть всякие серумы, но они действуют только вот сколько-то, да, соответственно, в этом случае вы прославляли, убедились, что можете туда войти там двумя пальцами, после этого наносите туда либо серум, либо прыскиваете, соответственно, спреем, вот, и через 15 секунд, ну, начинаете медленно входить, вот, разумеется, с полностью смазанным членом, вот, это позволяет избежать всех основных вот этих вот проблем, а, теперь еще один нюанс, физиологически, помимо сфинктеров, получать удовольствие от анального секса мешают узелки, которые там находятся, ну, то есть, грубо говоря, недосформированный геморрой, то есть, если у девушки несколько раз был геморрой, и там просто, там могут быть, как сказать, я не помню, как это по-медицински называется, но, в общем-то, да, всякие узелки и так далее, чем узелков больше, тем меньше она сможет получать удовольствие от анального секса, вот, и в том числе узелки могут образоваться, ну, как раз от неправильных вот таких вот первых попыток, вот, так же, как мы все знаем, там, ну, не все девушки, конечно, качаются, и тем более приседают, но качки к этому более склонны, поэтому, если девушка много занимается спортом, у нее большая склонность. Возраст, опять же, надо учитывать, чем дальше, тем у нас эти узелки образуются. В принципе, их удаляют в медицинских клиниках, поэтому, если вопрос стоит, что, да, мне все нравится, но вот есть неприятные ощущения, вот неприятные ощущения, это узелки, тогда берете бабки, и идете на лазерную хирургию, это делается, ну, это даже в сознании делается, врачи, ну, там, убирают все эти узелки, но надо понимать, геморрой текущий, вот так вот не уберешь его, конечно, там можно, то есть, с геморроем, разумеется, никакого анального секса, может быть, не может быть и речи, ну, с активным, который в активной фазе. Ну, будьте, да, готовы, для девушек анальный секс воспринимается по-другому, вот, для них это фееричные ощущения, и реально может оказаться, как у меня, чтобы потом, какой-то, то есть, что реально вы через неделю будете говорить, зачем я это сделал, ну, я вас, как бы, облегчу вашу жизнь, скажу, что это проходит, вот, вот, то есть, заниматься она будет, там, просить вас регулярно, но со временем, как бы, вот эта вот страсть к анальному сексу, она уйдет, хотя я знаю одну девушку, которая, ну, то есть, мы встречались, потом расстались, и через сколько-то лет, когда увиделись, она, да, пожаловалась мне, что ее парень не очень любит анальный секс, а она до сих пор его безумно обожает, и больше предпочитает, то да, но, это уже частные случаи, но, вот, у нее, как бы, со мной был второй опыт, она, у нее до этого был первый, неправильный, собственно, вот этих всех простых инструментов вам вполне хватит, если вы так вот совсем брезгливый, да, вы можете взять реально, только меньшего размера берите, там, взять реально несколько размеров пробок, вот, и постепенно вводить пробки, от маленькой до большой, причем вводите его не с нажимом туда, пытаясь его вдавить, а опять же, то есть вы смазываете смазкой, и начинаете пытаться ввести, ожидая, что само по себе, ну, массируете клитор, и так далее, гладите там что-нибудь девушку, ожидаете, что само по себе, вас будет пускать все дальше, 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 пока вы не вставите, ну, там, если девушка уже опытная, обычно, где-то это приходится делать досюда, потом можно там, ну, форсировать немножко, ну, если она опытная уже, вот, вот, она уже знает, что даже за вот небольшим неприятным, может быть приятным, опять же, как я говорил, пробки можно использовать просто для того, чтобы у нее судилось влагалище, и ей быть приятно, неспроста, мы все знаем истории, про двойное проникновение, когда в порнухе, одну девушку пялит два мужика, вот, в этом случае, у нее, конечно, получается там, огромное количество чувств, ощущений, ну, как бы, вы так тоже можете, берете вибратор, вставляете в анальное отверстие, и исполняете, ну, то есть, сами там, ну, или, соответственно, выбираете, где вы, и где вибратор находится, и вполне себе показывает, ну, то есть, имитируете двойное проникновение, это тоже вполне нормально, вот, нет, ну, если вы, конечно, настолько там, расширенных ощущений, то приглашаете второго мужика, так далее, но сразу предупреждаю, игры с многими партнерами, для почти всех, ну, для огромного количества пользуются, те, кто пробует, оказывается, потом все расстаются, потому что, это очень такой процесс, свингерство, это для, не для молодых пар, это уже для тех, кто друг друга достал, в общем, свингеры, это не те люди, которые, я хочу потрахаться со всеми на свете, это люди, которые друг друга уже не возбуждают, и реально осознанно, но их связывает, как бы, совместная жизнь, совместно нажимное имущество, им комфортно вдвоем жить, вот, и тогда, как бы, ну, то есть, почему в основном, свингеры пожилые, да, сейчас тенденция есть, что многие, в более меньшем возрасте, но тогда, постарайтесь это делать, если вы решились уж на это, постарайтесь делать это с партнером, которого вы, ну, то есть, нет отношений, вы просто трахаетесь, вот, тогда, да, то есть, у вас не будет ревности, какой-то вы испытаете какие-то ощущения, там, две девочки, один мальчик, два мальчика, одна девочка, вот, это лучше экспериментировать, я вообще в другую тему ушел, но это лучше экспериментировать, вот, пока вы совсем, ну, либо когда вы уже пожилой, либо пока вы совсем молодой, и просто, просто трахаетесь с какой-то партнершей, вот, это лучше туда. за сим мы закругляемся, про анальный секс я вам рассказал, про все его, что там может случиться, я вам тоже рассказал, если что-то не так, пошла кровь, так далее, к врачу, этого не может быть и не должно быть, таких разрывов вы сделать не можете пенисом, значит, там было что-то, у чего вы просто спровоцировали, то есть, если не пошла кровь, вы спровоцировали, там была уже травма какая-то, которую вы спровоцировали. Соответственно, да, анальный секс, почти, вот, если вагинальный секс, там, 30% передачи половых инфекций, анальный секс, он ближе, там уже, к 100%, потому что, ну, микроразрывы попи, и микро, ну, как бы, и ваша дырочка, которая находится, ну, уретра, все туда попадает, ну, может не к 100%, но, гораздо выше, чем при вагинальной, вот, вы можете заразиться гораздо быстрее. Когда я говорил про то, что микроразрывы, и вы можете там заразиться, заболеть, я, конечно, имел в виду венерические заболевания, вот, а не какие-то там абстрактные, там, и то, что вот, микрофлоры и так далее. Несмотря на то, что анального секса у меня было много, я ничем никогда не болел, и, если у обоих партнеров все нормально, и вы здоровы оба, то, разумеется, ничего не передастся, никакие там волшебные болячки сами по себе не образуются. Есть опять же байки, что от анального секса можно заразиться венерическим заболеванием, даже если его нет у партнера. Это невозможно. Это вирусы и бактерии. Если их нет в человеке, откуда они возьмутся? Там, грубо говоря, желудок, наш желудок совершит биологический синтез и создаст новую форму жизни, запихав ее в какашку. Нет, такого быть не может. С вами был Чалышев Сергей, магазин Magic Wand Me. В следующий раз мы расскажем вам про смазки без содержания парабенов. Это смазки для людей, у которых проблемная кожа и много аллергий. А также, там же даже есть смазки для виртуи. А также покажу немного аналогов на Defender, чтобы вы просто понимали, что это такое. Всем удачи и приятного секса!